В рамках реализации госпрограммы Московской области развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Дмитрове провели модернизацию девяти участков изношенных теплотрасс. Взяли самые проблемные, самые большие участки, это 500-метровые, 400-метровые трубы, таких участков у нас 9, и капитально переделали. Работы масштабные, велись круглосуточно, чтобы в дома дмитровчан как можно быстрее пришло тепло. Каждый этап работ находился под личным контролем главы Дмитровского округа Ильи Поначевного. Им осуществлялся круглосуточный мониторинг ситуации и общение с жителями. Как у вас в квартире? Сильно холодно, нет? Прохладно. Прохладно, да. Ну, меняем сейчас отопление, видите, в центральной магистрали большая программа, чтобы не было таких серьезных аварий, как в прошлом году. Вот, поэтому надо чуть потерпеть, и мы ночью сегодня запустим в ваш дом. Вам обогреватель нужен, нет? Ну, у меня есть два обогревателя. А, есть не нужно, да. Но если что-то нужно, вы тогда вот представитель управляющей компании, у него есть обогреватель запасный, вы, если что, как бы, говорите все время, и мы принесем. Хорошо? Модернизация изношенных теплотрасс позволит прежде всего предотвратить аварийные ситуации в зимний период. Хочется, чтобы не было у нас вообще аварий тяжелых, да, как в прошлом году. Поэтому в этом году огромная такая инвестиционная программа, видите, меняют там. Сейчас круглые сутки люди работают. Я хочу сказать, чтобы не было болтовни всякой, когда включат. Сегодня ночью должны включить в эти ближайшие дома все уже на отопление и горячих водах. Модернизация завершена. Сети готовы к зимнему периоду, как и окружные котельные. У нас 7-10 котельных. Все мы запустили без проблем. Надо понимать, что сейчас котельные работают не в полную мощность. Не в полную мощность, согласно температурному графику, чтобы не топить улицу. Все работает в штатном режиме. Больше полторы тысячи жилых домов, которые на сегодняшний момент подготовлены к прохождению зимнего периода. Большое количество теплотрасс, это больше тысячи километров, которые тоже опрессованы и подготовлены. Все детские сады, школы и социальные объекты опрессованы, подготовлены и находятся под давлением и с отоплением.